Апокалипсис любви в красках. Выставка картин, которая идет в Люберецком музее на выставочном комплексе. Более 150 полотен, множество авторов, каждый из которых по-своему раскрывает заданную тему – откровение любви. С творчеством участников выставки познакомились и мы. От полотна к полотну передвигаются десятки посетителей. Выставка пользуется популярностью. Среди гостей – куратор экспозиции, художник Марина Верговская. Выставка – это собрание ее произведений и картин ее учеников. На самом деле они хирурги, педагоги, водители, военные, совершенно разные люди. И взрослые дети. У меня самой маленькой – 2,5 года ученицы. Здесь, правда, ее работ нет. А самый большой – 82 года. Так как художники по большей части не профессионалы, то о какой-либо технике и стиле исполнения речи не идет. Каждый рисует так, как может, зато от души. К слову, часть работ нашла ценителей и покупателей. Картины очень много. Выставка масштабная. Очень понравилась картина в моем саду. Великолепные эти пионы, эти краски. Это 3D-графика. Я очень впечатлена была этой картиной. И, конечно же, картина «Золото осени», если я не ошибаюсь. Тоже очень необычная схема нанесения данной картины. Сама Марина Верговская сотрудничает с либеретским благочинием. Поэтому в ее картинах преобладают православные мотивы. Вот серия картин, на которых изображены все храмы округа. На праздники прихожане пишут свой любимый храм. Вот здесь написано «Наша звонница Преображенского храма». Это Иннокентьевский храм. Это мы писали храм Петра и Павла в Малаховке. Представляете, люди приходят, и у них праздник. Они пишут эти картины. Свой любимый храм. А это в Котельниках. Храм Казанской Божьей Матери. Картины, к написанию которых привлекаются все желающие, называются «Соборные». Кисть может взять любой прихожанин или участник мероприятия. Так было в 2018 году на конференции «Духовные родники». Марина Верговская решила нарисовать Преображенский храм, который находится на территории нынешнего стадиона «Торпеда». Число людей, сделавших мазок или два, исчисляются сотнями. Когда прибыл уже митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий, мы пригласили его, чтобы он тоже поучаствовал. Потому что знаковое такое полотно, картина. Он с удовольствием поучаствовал. И вот кресты, которые написаны здесь, на храме, это как раз его рукой собственноручно были написаны. Также свои работы Марина Верговская выставляла в музее Марины Цветаевой в залах Международного славянского фонда, в Троице-Сергиевой лавре и на других площадках. Выставка «Апокалипсис любви в красках» будет работать до 2 октября.